Привет, друзья! Сегодня мы снимаем очередной ролик, посвященный эффективности и применению кайдзен-технологии в повседневной жизни. И с вами я, Маргул Ансей Симбай. Сегодня тема нашего ролика звучит так. Какие книги читать? Этот ролик обязательно надо смотреть только после просмотра ролика под названием «Как извлекать из книги все самое полезное». Я думаю, это очень важно, сохранять последовательность. Тогда вы лучше поймете то, о чем я сейчас буду говорить. Итак, после того, как вы посмотрели ролик, который называется «Как извлекать из книги все самое полезное», наверняка вы уже представляете, у вас есть четкое понимание, какая книга что в себе несет, какие полезные свойства несет, какие книги не полезны, какие книги относятся к фастфуду, вредной жирной пищи. У вас есть четкое понимание, что такое здоровая еда и что такое вредная еда. Вы четко будете понимать, что такое фастфуд и так далее. То есть вы уже после того ролика будете разбираться в качестве книг. И это на самом деле очень важно. И перед прочтением любой книги вспомните тот ролик «Как извлекать из книги все самое полезное» и сами попробуйте ответить на вопрос «Что это за книга, которую я собираюсь читать? Для чего? Для того, чтобы убить время или для того, чтобы насладиться сюжетами или интересным слогом». Вы сразу будете задавать очень много вопросов и требований к той книге, которую собираетесь читать. И не забывайте, друзья, читая много книг, если вы неправильно читаете, то вы просто убиваете много времени. Надеюсь, ваша цель это не быть чемпионом по решению кроссвордов или участвовать в передаче «Что, где, когда». Это специальный тип таких людей, я их называю «Кладбище ненужных знаний». Я не думаю, что вы хотите, собираетесь засырить свой чердак ненужными вещами. Поэтому будьте внимательны при чтении любой книги. Итак, переходим к нашей основной теме. Есть очень мудрое высказывание, которое гласит так «Те, кто читает книги сегодня, будут управлять теми, кто смотрит телевизор завтра». Очень важная и умная цитата. В данном случае я к телевизору еще отнес бы и радио, аудиокниги, там даже интернет может быть. Почему? В чем отличие между чтением бумажной книги и между телевизором? Дело в том, что когда вы читаете бумажную книгу, как я рассказывал в предыдущем ролике, вы отмечаете все умные вещи, лайфхаки, инструменты и так далее, и сразу же переносите их себе в план, в повседневную жизнь. А все, что занесено в план, то должно выполняться. Когда же вы смотрите телепередачу, вы наслаждаетесь, вы кайфуете, но у вас нет времени записывать, запоминать и так далее. Вы просто не работаете с этим материалом, вы просто как жвачку. Пожевали-пожевали, вам вкусно, приятно, освежающе и выплюнули. Вот что такое телевидение. И точно так же это можно отнести в отношении YouTube, соцсетей и так далее. Это все таймкиллеры, если вы не применяете ту методологию, технологию, которую я рассказал в предыдущем ролике. Поэтому я считаю, что действительно те, кто читает книги, завтра будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Теперь, какие книги читать? Вот мы посмотрели первый ролик, который называется «Как читать 80 книг в год». Это, я считаю, предельное значение. И не надо увлекаться, по моему мнению, конечно, не надо увлекаться скорочтением. Ваша же цель не быстрое пережевывание. Ваша цель – извлечение из книги максимум полезных свойств. Поэтому, посмотрев первый ролик «Как читать 80 книг в год», второй ролик «Как извлекать из книги все самое полезное», у вас невольно возникает третий вопрос. А какие книги читать? Книг же много, их миллионы. И вот здесь я хотел бы графически вам показать вот такую известную вещь. Вот есть такая известная мудрая вещь, где говорится, что «посеешь мысль, пожнешь слово». Вот логика. Я не буду теперь «посеешь, пожнешь», я буду вкратце писать. «Посеешь мысль, пожнешь слово». Далее говорится «посеешь слово», пожнешь поступок. Следующее «посеешь поступок», пожнешь привычку. Привычку. Далее «посеешь привычку», пожнешь характер. Далее «посеешь характер», пожнешь судьбу. Вот как гласит древнее изречение и мудрость. И я в этом плане полностью с этим согласен. Конечно, это чуть немного более упрощенный вариант. Конечно, докопаться до слов можно, но это в целом правило работает. Причем работает 100%. Я размышлял над этой последовательностью и пришел к следующему выводу. Хорошо, я согласен со всем этим. А что нужно посеять, чтобы собрать или пожнать, как правильно по-русски будут мысли. И вот размышляя, я пришел к пониманию, что это книга. И теперь формула звучит так. «Посеешь книгу, пожнешь мысли». Почему? Потому что в жизни важны не те мысли, которые у вас сейчас есть, и не бытовые мысли, а те мысли, которые вы черпаете из книг. Это те книги, которые расширяют ваш горизонт, ваше познание, дают вам новые инструменты, новые методики, технологии и так далее. Поэтому книга – основа. Но здесь я подчеркну, правильная прочитанная книга. Правильно, правильно прочитанная, правильная книга. И вот можно отметить здесь. Правильная книга. А что нужно посеять, чтобы получить правильную книгу? Как правильно читать книгу, я вам рассказал в предыдущем ролике. Так вот, чтобы правильную книгу, нужна цель. И теперь формула звучит так. «Посеешь цель, пожнешь книгу». Потому что только имея ясную, четкую цель, вы четко понимаете, какие книги читать. То есть, какие книги читать, зависит напрямую от вашей цели. В китайском мудром изрешении гласит «У корабля, у которого нету цели, никогда не бывает попутного ветра». Соответственно, если у вас нету цели в жизни или четкой цели, у вас никогда не будет подходящей книги. Значит, любая книга для вас будет состоять из воды, жира, микроэлементов. То есть, они будут приятны для чтения, там будет много красивых слов, но это никак не будет влиять на качество вашей жизни. А мы же к книге подходим как к конкретному инструменту по улучшению вашей конкретной жизни. Поэтому нужно четко понимать, есть цель. Только тогда, когда у вас есть сформулированная правильно ваша цель, только тогда вы можете понять, какую книгу читать. Теперь, а чтобы цель пожнать, что должно быть? Вот здесь самое главное – миссия. Посеешь миссию – пожнешь цель. И вот эта формула, она законченная. Потому что, смотрите, когда человек четко знает свою миссию, для чего он живет на этой земле, для чего он в эту жизнь пришел, только тогда он может ставить цели. Потому что, если человек не знает свою миссию, а ставит просто цели, то это будут цели, будем так говорить, разрозненные, разные цели из разных областей. Это как белка в колесе. Она тоже ставит цель передвинуть ногу на следующую ступеньку. И вот так двигает, двигает, и она в колесо крутится. А миссия, она этим отличается тем, что человек приходит на эту землю для того, чтобы выполнить сверхзадачу, для чего он пришел на этот свет. Как сформировать миссию? Японцы в этом плане сформировали хорошее философское понятие, которое называется икигай. Икигай – это то, ради чего вы утром просыпаетесь, это то, ради чего вы живете. Соответственно, найдя свой икигай, вы находите свою миссию. Для людей религиозных, специально, кто исповедует ислам, я скажу так, что, вы знаете, Аллах нас прислал на эту землю, как десантников. Вот представьте, вы отправляете десантников на какое-то боевое задание. Вы же что делаете? Вы даете им карту, вы даете им оружие, вы даете им необходимое количество патронов, ни больше, ни меньше. Вы даете им продукты питания на определенный период, срок. Вы ставите им задачу, даете им шлем, бронежилет и так далее. И для каждой спецоперации разное мундирование, разное оружие, разные боеприпасы. Точно так же Аллах, когда прислал нас на землю, Он всем нам дал разные отпечатки пальцев, разную сетчатку глаз, разную внешность, разный характер, разные знания, разные таланты, разные способности. Ведь когда ребенок родился и растет, у него появляются черты характера. Все думают, откуда это? Точно это не от воспитания, точно это не от образования. Образование и воспитание могут только либо усилить, либо немного ослабить свойства характера. Но вот свойства характера, способности и талант Аллах дал специально каждому человеку для того, чтобы он наиболее эффективно выполнил свою миссию на этой земле. И для того, чтобы понять, что такое миссия и как ее находить, для этого я специально сниму отдельный ролик, так что следите за моими роликами. И мы подробно будем останавливаться на миссии, на цели, как ставить цели, как определять свою миссию на земле, что такое икигай, для чего я существую, для чего я живу и для чего я пришел в этот мир. Так вот, мы отклонились немного от темы. Полная формула, звучит вот миссия. Теперь я могу вот так замкнуть. Так вот, миссия — это план вашей судьбы, а судьба — это реализация вашего плана. То есть судьба — это конечный результат выполнения вашей миссии. Очень важно это помнить. Судьба — это конечный результат выполнения вашей миссии на этой земле. И если вы не будете выполнять свою миссию, то у вас никогда не будет попутного ветра. У вас никогда не будет правильных целей. У вас никогда не будет правильных книг. У вас никогда не будет правильных мыслей. У вас никогда не будет правильных слов. Никогда не будет правильных поступков, привычек, характер, соответственно, и вся ваша судьба будет наперекосяк. Поэтому, если вы хотите исправить свою судьбу, следуйте этой формуле и не забывайте, что книга является очень важным звеном во всем этом процессе. Спасибо, друзья. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»